здравствуйте меня зовут юлия кондратенок и я приветствую вас на канале про цветок сегодня я хочу рассказать вам о наших новых сортах зимних сортах яблок и новом сорте груши сорте завея и так все мы любим яблоню и она занимает по праву ведущее положение в наших садах и тем не менее спрос на яблоки с каждым годом все больше и больше и с каждым годом все более повышаются требования к этим сортам и так за последние годы нашем институте было создано несколько новых сортов яблок и новый сорт груши и я сейчас кратенько расскажу вам о этих сортах полонез этот сорт яблок вообще-то является осенним однако он очень хорошо хранится вы можете заметить что уже начало зимы а он выглядит очень даже презентабельно не подвержен увяданию устойчив к парше имеет красивую привлекательную форму ладоплодов окры красивую окраску с легкой такой серебристостью особенностью этого сорта является его очень приятный сладкий вкус вот этот сорт повторюсь осенний и он сейчас проходит районирование наших на наших гос сорта участках вот по силе роста делать дерево умеренное очень урожайные зимостойкая устойчивая к болезням и я думаю она займет достойное место в ваших садах тем более что сладких осенних яблок у нас пока еще немного остальные сорта представленные здесь это сорта предназначенные для длительного хранения так недавно нами был передан сорт изучения зимний сорт яблок белана белана расшифровывается как белорусская ананасная и хотя цвет у нее очень яркий и с ананасом но никак не спутаешь тем не менее вкус у нее просто изумительный приятный кисло-сладкий с белоснежной мякотью сорт устойчив к парше довольно устойчив к зимним морозам вот вкус я считаю что лучше чем белана может быть по вкусу только дэмин так и наконец сам дэмин этот сорт также проходит сейчас изучение могу сказать что по своим качествам это один из лучших сортов зимнего срока созревания дело в том что сейчас немножко меняются требования к качеству плодов мы хотим чтобы мякоть была хрустящая сочная ароматная тогда как буквально лет 20-30 назад требовались сорта с мякотью нежной мягкой в чем особенность диамента во первых это аромат это наиболее ароматное яблоко из всех которые представлены здесь у нас вот на столе и вообще в коллекции вкус кисло-сладкий очень приятный мякоть скалывающаяся белоснежная очень сочная хранится диамент в условиях холодильных камер при температуре плюс 3 плюс 4 до марта апреля месяца а если обеспечить некоторые крупные фермеры делают камеры с регулируемой газовой средой то она может храниться фактически до мая для тех кто любит яблоки не окрашенные можно предложить сорт на день по своему качеству это лучший сок для сорт для запекания для производства соков отличается очень нежной текстурой мякоти которая не темнеет при переработке сорт очень зимостойкий вот вы можете видеть при хорошем солнечном лете он немножко окрашивается внутри кроны он сохраняет красивую зеленоватую окраску дает повторюсь изумительный сок но самым соковым яблоком является сорт соковита это находка для тех у кого детки страдают от аллергии на красные яблоки потому что данный сорт совершенно гипоаллергенен как и надейный здесь можно делать маленькую ремарку дело в том что на самом деле аллергию вызывает не пигмент который вот окрашивает яблоки вызывает аллергию особый белок который содержится в мякоти и самым аллергенным сортом как это ни странно является golden delicious и так сорт соковита предназначен именно для производства соков сок светлый мякоть не темнеет это идеальное яблоко для переработки из наших таких сортов уже довольно известных я хотела бы рассказать о сорте дарунок этот сорт уже районирован по всей беларуси он отличается очень красивыми привлекательными яблоками которые не такой красивый восковой налет и даже кажутся иногда немножко фиолетовыми это яблоко для тех кто любит именно нежную мякоть как и все представленные здесь сорта он тоже довольно устойчив к парше зимостоек очень урожаем вот хранится он до февраля месяца и еще один сорт который сейчас активно набирает популярность это наша знаменитая веселина долгое время на нее не обращали внимание однако сейчас она по праву занимает ведущее место в производственных садах почему по совокупности всех своих качеств этот сорт ну я бы сказала универсален он и для употребления в свежем виде и для хранения и для переработки он очень неприхотлив такой вот сорт трудяшка особенностью его является розовая мякоть это единственный белорусский сорт который имеет приятную розовую краску мякоти особенно у плодов которые были выросли на верхушках очень устойчив к болезням коры и древесины что немаловажно для нашего климата устойчив к парше особенностью этого сорт является именно полигенная устойчивость к парше то есть ему не нужна серьезная защита достаточно буквально двух максимум трех-четырех обработок за сезон чтобы получить абсолютно чистые плоды очень зимостойкий мы наблюдаем за этим сортом уже не один десяток лет и могу сказать что серьезных подмерзаний даже самые суровые зимы у него не было и очень хорошая нагрузка урожаем при условии правильной обрезки существенным пробелом нашего ассортимента было отсутствие хороших зимних сортов точнее выбора зимних сортов груши все знают белорусскую позднюю но у нее наряду с неоспоримым достоинствами есть такой недостаток как мелкоплодность вот зарубежных сортов у нас активно выращивается конференция в южных областях белоруссии выращивается беррелюка паттен но тем не менее этих сортов недостаточно чтобы полностью насытить рынок и в этом случае было просто находкой создания нашего нового зимнего сорта груши завее как можете видеть это довольно таки крупная груша сравнению с белорусской поздней отличается продолжительным сроком хранения в обычных условиях сорт завес пособен храниться до февраля месяца если же создать условия с регулируемой газовой средой то она вполне может долежать и до марта апреля месяца по вкусу она выгодно отличается от большинства зимних сортов у которых жесткая мякоть у завеи мякоть белоснежная сочная маслянистая тающая дерево очень зимостойкая не зря на завее вот урожайная и плодоносит ежегодно и мы считаем что этот сорт станет достойной замены белорусской поздней и конференции сорт сейчас тоже проходит сорта изучения и я думаю после его успешного прохождения этот сорт получит право производится во всех наших регионах благодарю вас за внимание всего вам хорошего и мы ждем вас весной к нам в гости